Всем привет! Вы на моем канале Домашнее Подворье. Разговор пойдет о выращивании роз первого года жизни. Обсудим два вида саженцев. Вегетирующий. Когда почка привита зимой или поздней осенью, в феврале ее стартуют, и в марте саженец с молодым ростком выставляют на реализацию. Полноценный саженец проходит первый сезон своего развития в грунте, привитая почка зимует на грядке, весной идет в развитии, и к осени это полноценный куст. Стволики с вызревшей древесиной способны перезимовать в открытом грунте. Таким образом, вегетирующий саженец нуждается в доращивании и специальной адаптации перед посадкой в грунт. Саженец второго типа уже адаптирован, имеет запас зрелой древесины. Для новичков обращаю внимание на это, потому что опытные розоводы хорошо знают, что в первый год после посадки розы самое главное – это развитие корневой системы. Если корень не набирает силу на новом месте, он не сможет питать надземную часть. Правило одно. Сначала создать идеальные условия для укоренения растения. Здесь обязательно учитывайте. Первое. Сортовые особенности. Второе. Тип грунта в вашем саду и климат. Третье. Сколько времени и средств вы готовы потратить на уход за розой. В нете можно найти много информации о подготовке посадочной ямы. Трезво анализируйте, что вам советуют. Грунт нужно скорректировать, если он не подходит розе. Но не старайтесь сделать его супер питательным. При посадке не вываливайте в посадочное гнездо все подкормки, которые есть в наличии. Главное. Обезопасить растения от патогенов и грызунов в почве. Проливайте посадочную яму регулярно от почвенных вредителей и вредной микрофлоры как минимум первые два месяца. Для начала научитесь понимать свое растение. На первом году развития потерять растение легко. Неправильный полив, перегрев грунта, лишние подкормки могут убить корень. Следите. Если надземная часть тормозит в развитии, значит корень болеет. Сейчас время осенних работ в саду. Начинаю садить свои собственные саженцы и уже в дороге саженцы с питомника. Следующее видео планирую об осенней посадке роз. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!